Алексей Мунич – штурман рыболовецких судов из Находки. В морях ходит круглый год, чаще всего на север. За работой товарищей следит через объектив. За два года у него накопилось больше 10 тысяч снимков. 12 из них привез во Владивосток. На самом деле там изображен повар судовой. Там есть, прямо он так стоит, в одной руке веник, в другой руке уксус. И самый просто был интересный момент, когда он взял, а у него такой вид, и он такой, уксус, что он тут делает? И вот я это сфотографировал, как будто это что-то необычное на камбузе. Свой первую персональную выставку Алексей представляет в городской библиотеке номер 8 на Приморской 5. Эту идею ему подкинула библиотекарь Наталья Григина. Как говорит сам автор «Человек», он творческий, а фотография помогает раскрыться и посмотреть на мир глазами моря. На берегу тоже бывает, но мне больше нравится именно морская фотография, именно показать, как я вижу. И именно непостановочно, это как документально. Я стараюсь выбирать моменты, когда на меня никто не обращает внимания, и именно кадры тогда интереснее. Снимки любопытно изучают профессиональные фотографы, дизайнеры, журналисты и музейные работники. Люди все взрослые, хотя библиотека детская. Раньше ее сотрудники могли об этом только мечтать, а сейчас сюда приходят посетители всех поколений. В таком виде библиотека работает совсем недавно. Капитально ее отремонтировали в прошлом году. Теперь здесь можно не только читать, но и приобщаться к искусству. Есть даже кинозал для различных мероприятий. После ремонта взрослых читателей стало больше на 30%. Общее количество посетителей с 2000 увеличилось до 2500 человек. Библиотеку называют галереей, и она соответствует всем современным стандартам. Бесплатный Wi-Fi, светлые комнаты, игровые зоны и, конечно, новинки книгоиздательства. У нас повысилось количество взрослых читателей, ну и юношества, конечно, которые раньше к нам шли не очень охотно, а увидев наше такое красивое, светлое культурное пространство, они достаточно часто стали к нам приходить, чему мы очень рады. Культурным центром можно считать не только библиотеку на Змеинке. После глобальных реконструкций за два года в городе изменились по меньшей мере пять библиотек. И в каждой из них регулярно проходят мастер-классы, выставки и познавательные уроки. К слову, пока Алексей Мунич представлял свои работы, в читальном зале «Букс» лекцией выступал питерский журналист Иван Чесноков. Валерий Белоус, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.